Всем привет! Мы начинаем новый влог. Сегодня у нас 29 января, суббота. Мы приезжали домой обедать, а сейчас едем на работу. И, кстати, я была выходная три дня. Во-первых, Лёшина машина была в ремонте, он работал на моей. Во-вторых, у меня два дня было очень низкое давление, 80 на 50, и я ничем не могла его поднять. Поэтому лежала дома, и медикаментозно я тоже не могла поднять давление. В общем, три дня я была выходная. Сегодня у нас плюсовая температура, сегодня плюс три. На улице очень тепло, замечательная погода. И мы сейчас поедем работать. Лёша пошёл в свою машину, переставить её поближе к моей. И будем выходить на линию. Лена моя ходила в поликлинику, её не выписали. Третьего числа ей на приём к врачу, а пока сказали отлёживаться после болезни дома. Приписали ей там какие-то таблеточки. В общем, она ещё дома, но у неё ещё насморк, ещё кашель, так что её не выписали. Хотя у неё и тест отрицательный второй. Но она пока дома. Вот такие вот у нас дела. В общем, поехали работать. Подключусь к вам уже вечером. Вот, не успеваю с работы прийти. Кто у нас тут самый голодный? А? Кто у нас тут самый голодный? Иди, поглажу. Иди. Нет, видите, гладиться он не хочет. А что ты хочешь? Что ты у меня просишь? Погладить тебя просишь? Или что ты просишь меня? Что случилось? Водички надо налить? Ну, давай, налив водички тебе. Сейчас сплосну мисочку, налью. Водички тебе налить? Не, ну, что-то я не понимаю, что ты у меня просишь. Вот, водички налила. Что ты ещё у меня просишь? М? Что ещё? Ой, я сейчас чихнула. Ой, здорово, Таня. Что Клёпа у меня просит? Всё, я могу идти? Всё, ты, может, ничего не хочешь? Ладно, не буду над тобой издеваться. Не будет мама над тобой издеваться. Даст тебе супчика. Даст тебе супчика. Ну, что ты молчишь? Дать тебе супчика. Отойди, отойди. Подожди, подожди. Подожди, не лезь. Подожди. Подожди, мама сказала. Подожди. Я что сказала? Надо подождать. Кушай. Вот такая попрошайка меня встречает с работы. Пойду помою руки. Пойду помою руки и кое-что вам расскажу. Хотела вам рассказать. Некоторое время назад мы заметили, что когда приходим вечером с работы, и заходим в комнату, где стоит унитаз, в туалет, как говорят, заходишь, включаешь свет и на полу ползают какие-то мелкие букашечки. Они такие блестящие, но настолько мелкие и очень быстро бегают. Мы там одну, две замычали букашечки. А сейчас вот спустя неделю мы уже вечером, когда приходим с работы, включаем свет и уже можем обнаружить даже три букашечки на полу. Мы, конечно же, их хлопаем тапком сразу же, но они блестящие такие, тонкие очень, тоненькие такие, блестящие и очень быстро бегают. Я вам вот вставлю в фотографии, покажу, что это за зверь такой. В итоге мы посмотрели в интернете, что это за такой странный зверь. Оказывается, это чешуйницы. Представляете? Я вообще не знала даже чешуйницы. Это насекомое с небольшим пробелговатым тельцем, тоненькими лапками и отростками на хвосте и голове. Ну, чудовище какое-то. Но она такая мелкая-мелкая и очень быстро бегает. Эти мелкие белые жучки очень быстро передвигаются, проникают в самые узкие щелки и прячутся, если включить свет. Наши не успевают тратиться. Может быть, они и раньше были, мы их просто не видели, не замечали. И вот написано о том, что они довольно живучи. И если уж поселились, то останутся надолго. Представляете? Также в интернете про них написано, что они селятся всегда либо в ванной комнате, либо в туалете. Жучки ведут ночной образ жизни, на промысел выползают вечером, а днем предпочитают прятаться подальше. И продуктами питания для них служат обойный клей, натуральные ткани, плесневые грибки, остатки еды, влажная бумага, мусор под ковриком, под подстилками, тряпки. Походу, дело, они вообще жрут все, что только можно. Больше всего эти жучки любят сырость и влажность и не выносят очень яркий свет. Ванная комната как нельзя лучше соответствует вкусам и требованиям чешуйниц. Поэтому чаще всего они селятся именно там. В общем, у нас в туалете как бы стена зашита гипсокартоном. Что я вам рассказываю? Сейчас я вам все покажу. Вот такой вот у нас туалет и вот это зашито гипсокартоном. А здесь как бы обычные лючки. вот тут кран. Тут у нас... Ой, не могу открыть. Тут у нас счетчики. Горячий, холодный. И вот по ходу дела под этим коробом и живут эти жучки. Потому что я нахожу их, они вот тут выползают. Понимаете? сейчас вот нету их, потому что я уже включала перед этим свет. Но в итоге они вот из-под гипсокартона выползают. Понимаете? На видео так видно, как будто бы здесь неровно. На самом деле все очень даже ровно. В общем, выползают они вот отсюда. Прямо из-под гипсокартона. Но когда мы начали здесь жить, то нас несколько раз заливали. И у многих вот здесь вот диплоцентный сушитель, перекрывается. У многих прямо тут вот хлистала вода. Ну, с некоторых этажей. И нас несколько раз заливало. Может быть, разбух этот гипсокартон. В общем, я не знаю. Но в итоге у нас поселились эти жучки. Понимаете? Я вот не могу их показать, потому что они очень быстро бегают. Ну, я вам фотки вложу, так что вы увидите. Ну, а вот в интернете написано о том, что они не любят запах лаванды, цитрусовый запах. Я, наверное, завтра куплю в магазине масло ароматизированное. Знаете, такое масло? Лаванду, цитрусовую куплю. Буду добавлять при мытье пола и промажу плентуса. Потому что я не думаю, что коту там плохо нашему станет из-за этого. Но я для начала попробую ванной в туалете промазать. У нас кот не ходит ни в ванной, ни в туалет. Вот. Ну и потом все-таки я попробую и во всей квартире промазать, чтобы эти жучки ни в коем случае никуда не прибежали. И еще я вот в интернете сейчас прочитала, что надо помыть пол с уксусом. Так что вот сейчас я буду мыть пол в ванной и в туалете с уксусом. Сегодня помою с уксусом, а уже завтра тогда куплю эти ароматизированные масла. Представляете, да? Вопа пандос. Это вообще блин не кайф. Ладно, пойдемте быстренько помоем пол с вами. А то время-то идет. Да, пойдемте быстренько с уксусом помоем пол. Мне даже вас поставить-то некуда здесь. Я в общем решила сейчас поверхности протру. Уксусом воняет прям невозможно. Сейчас протру поверхности, а потом тогда уже помою пол. Но я правда не видела, чтобы эти жучки полозили по шкафам, ну, точнее по этой полке, ну, я думаю, что лично не будет. И, кстати, в интернете даже написано, что если мы не сможем сами с ними бороться, и они будут продолжать размножаться, то надо будет вызвать Сан-Пен-Станцию, представляете? это ужас. Вот и новая квартира. Даже не знаю, может быть, написать соседям в чате, спросить, может быть, у нас у всех есть такие жучки, а я тут одной квартирой собралась бороться с ними. Даже не знаю. сейчас у меня там еще за унитазом есть полочка. но они вот не оставляют следов никаких. Где они тут ползают-то я даже не знаю. Мы вот стали как бы замечать на полу. И Леша заметил, и я заметила. То есть понимаете, да, что это не две штучки было. Ладно, буду продолжать тут. Я думала, это козявка, нет. Продолжу, к вам попозже подключусь. Все, помыла я и ванной, и в туалете. Не знаю, поможет или нет, потому что запах уксуса, мне кажется, очень быстро выветривается. Я сначала помыла туалет, потом пошла вымыть ванну. С ванной зашла в туалет, мне кажется, уже никаким уксусом и не пахнет. Не знаю. Забыла, как эти козявки называются, кстати. хочу вас попросить, если вы когда-нибудь сталкивались с этими чешуйницами, то, пожалуйста, напишите мне, чем вы боролись, как вы боролись, как вы их победили. Чешуйницы они называются. Фотографии я вам приложу. Ну, наверное, потому, как я вам их описала, вы уже, наверное, догадались. Если их когда-нибудь видели в глаза, то вы наверняка уже догадались, о чем идет речь, потому что таких козявок раньше я, например, никогда не видела. так что вот так. Напишите мне, пожалуйста, как с этим бороться. Ладно? Хотела вам еще сказать, представляете, два дня было низкое давление у меня, ничем не могла поднять. Зато сегодня высокое давление. Настолько высокое, что у меня даже кровь носом шла. Я думаю, это из-за погоды. У нас очень резкие перепады температуры на улице. То мороз, то оттепель. Ну, хотя морозов не было у нас сильных. У нас в этом году очень теплая зима. Очень теплая, снежная, прям красотища. А сегодня оттепель. Так что вот такие дела. Сегодня знакомую свою видела Надю. Они мне с мужем клеили обои в кухне и в коридоре. Может быть, помните, я вам как-то уже рассказывала. Вот, Надя с Виталиком. Мы молодцы, вообще они хорошо поклеили, но мне очень понравилось. Осталось довольна их работой. И вот Надя мне сегодня спросила в WhatsApp работаю я или нет. Ей надо было кое-куда светить. И на завтра мы с ней договорились, что я там ее тоже в одно место отвезу. Вот. И она мне сказала, что ее муж, Виталик, даже смотрит мои блоги. Когда ему что-нибудь интересное там, он все время зовет Надю, показывает ей что-то интересное. мне очень приятно. И вообще приятно, когда тебя люди смотрят. Это говорит о том, что ты делаешь это все не зря. Ну, Лена моя, конечно же, смотрит, просит клеву почаще показывать. Но он не очень любит камеру. Он если видит, что я включаю камеру или на него наложу камеру, то он замолкает, не особо разговаривает. Вот такие-то вот у нас дела. Сегодняшний влог буду заканчивать. Уже вечер, сейчас Леша приедет с работы. У нас еще неделя у моей крестницы день рождения. Через две недели у другой крестницы день рождения. Но у Даши 5-го числа день рождения мы, конечно же, с вами к ней пойдем. А вот у Маши 11-го февраля день рождения она живет на Камчатке. Мы с вами не сможем сходить к ней в гости и поздравить ее. Нет, ну поздравить мы ее поздравим. А вот в гости мы, конечно же, не съездим. Ну, в WhatsApp поздравлю. Ладно, хочу вас всех поблагодарить за то, что вы меня смотрите, за то, что пишите мне комментарии, ставите лайки. Спасибо вам большое. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем большое спасибо. И если кто-то знает что-то про таких козявок, которые у меня завелись, я вам буду очень благодарна. Напишите мне, пожалуйста. Пока-пока.